Дорогие болельщики СКА, вы представляете, у нас завтра такой важный день для нашего клуба, потому что у нашего Коня Огня завтра день рождения, ему исполнится 14 лет, а это значит, что у него появится паспорт получается. Да, это будет сложный возраст, и Коня Огонь сегодня к нам пришел в студию. Привет! А, да, а Юлина, дотянется, дотянется, дотянулся. Мы будем поздравлять Коня Огня вот этим замечательным кексом, естественно, овсяным, как он любит, но... У нас есть проблема, понимаете, мы не знаем, что делать, дело в том, что Конь же, ну, он не разговаривает, у нас есть специальные таблички, сейчас будем общаться с Коняшей, и первый вопрос, вообще, правильно мы говорим, что Конь, у тебя завтра день рождения? Вау, это правда! А скажи, сегодня мы играем в домашний матч, много подарков ты получил вообще? Подарили тебе болельщики что-то? Нет, как жаль! Немного, подарили, но немного! А самое большое желание твое уже сбылось? Нет! А какое, какое желание, Конь? Интересно, что можешь желать, Конь? Хочу говорить, как все! Итак... У нас есть день рожденский торт с морковкой и кексом... Есть свечка, а это значит, что можно загадать желание, а все желания, но они, конечно, должны сбываться. Загадывай! Три, два, один! Ура! И сейчас узнаем, сбылось или нет! Всем привет! Всем рождения! Спасибо, спасибо! Привет, привет, Коняш! Вот это да! Слушайте, но теперь все по-настоящему! Первого-наперво вручаем тебе день рожденский, первый день рожденский торта кекс! Волшебство! Спасибо! Ну и... Ух, я даже волнуюсь так, первый раз с Конем огнем разговариваю! Слушай, я тоже на самом деле первый раз разговариваю с Конем, вот так вот, представляешь, в эфире, но, тем не менее, разговор этот нужно начать! Итак, Коняш, но ты уже совсем взрослый, с тобой как со взрослым можно разговаривать? Ну, 14! 14 лет, у тебя будет паспорт, какие ощущения? Взрослею! Стало ли тебе тяжелее подниматься по лесенкам и вот этим ступенькам ледового? Нет, 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 нет! Это годы тренировки! Вот так! А, кстати, про тренировки! Вообще, конечно, ты удивительный у нас, Коняш! Спасибо! Ты бываешь иногда в день и на вышке, и на молодежке, и к нам сюда забегаешь! Как ты вообще все успеваешь, скажи? Ну, есть, как у всех игроков, предсезонки, работа над собой, работа над ошибками, выполнение тренерских задач, так что... Тренировка! Коня-огня! Она какая-то наверняка есть, может быть, по утрам ты отжимаешься, там приседаешь, потому что, ну, нагрузка реально сложная, друзья мои! Кто был в ледовом, вы знаете, этот парень, этот конь наш огонь скачет без остановки весь матч! Скачет, кувыркается, прыгает, перелезает через 7 перилов! Есть людей, хулиганят! По-доброму хулиганят! Давайте обозначим это, пожалуйста! Как ты себя вот в такой форме держишь? А вот когда сезон начинается, вот, и ты встаешь в эту кулию, и нагрузки такие же, как у игроков! То есть каждый день игры, ну, практически, там, порядка 20 матчей в месяц, да, со всеми нашими командами! Ну, и выходных, как таковых, получается, нет, всегда под нагрузкой! Ничего себе! А как родные вообще видят тебя дома? Ну, по телевизору! Я представляю, восторг на самом деле дикий, как тебя любят дети в ледовом, и не только, и взрослые! Вот поначалу, когда я пришла работать в клуб «Скай», я испугалась, когда ты меня съел, но потом я поняла, что это шуточки твои! Ну, такие, да! Кому за 14? С каждым годом шутки выходят на новый уровень! Через 4 года будет очень интересно! Подождем! Да! Скажи, Парни! Давай, Еля, давай! Ты у нас просто такой уникальный, и с чувством юмора, и такой активный! А вот с кем еще из лиги, может быть, ты общаешься? С каким символом, какого клуба тебе удалось наладить дружественные отношения? Ну, на самом деле, мы со всеми общаемся очень хорошо и дружественно! Ну, а так, плотное отношение у меня с нашими соседями, с Сибирью, ой, с Сибирью, да, с соседями, с Сибирью, с Северсталью, с Рысенком, с Севой, вот, хорошо общаемся, с Локомотивским медведем хорошо, ну, вообще, в принципе, со всеми мы очень хорошо общаемся! Ну, мы видели на матче звезд, вы там звездили по полной программе? Да, кстати, вот, матч звезд, понятно, там все приходят смотреть на лучших игроков лиги, но вы очень важная, яркая часть этого праздника, каждый год что-то невероятное устраиваете, вы готовитесь к этому? То есть, такой центральный для вас талисманов клубов континентальной хоккейной лиги момент получается, или как? Ну, спасибо лиге, спасибо клубам, что нас вот так вот собирают там. Естественно, над нашим сценарием работают люди, профессионалы, то есть, а мы исполняем, ну, с нашей хулиганственностью добавляем какую-то изюминку. Импровизация всегда имеет место быть. Всегда имеет место быть. 14 лет, все 14 лет здесь, в Ледовом. Да. Что было, вернее так, все ли было в эти 14 лет, что с тобой происходило здесь? Может быть, кто-то нападал, пытался забрать голову, не знаю, залезть, впасть. Давай сделаем проще, ты начинай перечислять, а я просто кивать буду. А, хорошо, давай. Пытались украсть голову. Серьезно? И не один раз. А когда? Как это вообще? Ну, это длинная история, я тебе потом за эфиром расскажу. Ничего себе, обезплавить хотели коня нашего. Какие? Значит, предлагали, может быть, еду. Каждый матч. Правда? Абсолютно каждый матч. Шоколадки, конфетки, это... Дети дарят? Не только. Или взрослые? И взрослые, и дети, все подряд. Ты все уносишь домой, я так понимаю. Ну, не всегда все. Иногда здесь съедают. Ну, конечно. Кстати, сколько бутылок воды у тебя на матч? Ну, в среднем 4-5 пол-литровых. Ничего себе. Это сколько вообще сил теряется? Я за неделю столько выслушу. У нас вопрос от некого Константина, нашего коллеги. Некого. Расскажи нам, пожалуйста, про коллекцию клюшек. Есть ли у тебя такая? Константин, точно сейчас это слышат? Ну, мы ему обязательно об этом расскажем. Я бы утаил эту тайну. Давай. А коллекция клюшек у меня... Ну, хорошая коллекция клюшек. Есть. Да? Играет ли конь в хоккей? Да, конечно. Как часто? На коньках в костюме. Прямо на коньках в костюме. Вот вчера вот играл. Ну, серьезно, как часто играешь в хоккей? Я или сам конь? Конь. Конь? Ну, конь, наверное, раз 6-7-8 в сезон. Мне кажется, хоккеем конь вот так вот сыт просто. Это своя регулярка просто, понимаете? 6-7-8 игр. 6-7-10 пятого. Вот как шутки. С такой, ну, шуточный вопрос. Все-таки день рожденский. У тебя есть кекс день рожденский. Будет торт, будут подарки. Сколько килограммов овсяного печенья нужно коню для счастья? Максимум. Чем больше, тем лучше. А еще не забудьте тертую морковку и сахарочка. Друзья, идете в ледовый, возьмите сахарочек, тертую морковку, овсяное печенье, чтобы коня угостить. Он будет рад. Вот мы вот кексик ему подарили с морковкой. Аккуратно, аккуратно. Да, связки надо. Вот человеческие связки во время того, как ты много говоришь, могут испортиться от сладкого. От сладкого. Это тебе говорит человек, который очень хорошо поет. Мы заметили. Поэтому давайте не будем рисковать. Мы только наладили общение наше, да, у тебя появилась речь. Потом, потом ты все съешь. Мы тебе обещаем, все отдадим тебе. Мы заметили такую деталь, что сколько, два сезона, наверное, да, команда выстраивается в круг, и ты делаешь сальто в центре круга без коньков, естественно. Но долго ли конь тренировал-то этот акробатический чудо, потому что, ну, для меня сальто в принципе что-то за гранью человеческих возможностей. А найду, не коню, да? А вот с такими внешними данными. Ну, великолепные внешние данные. Потрясающе. Самое лучшее. Ну, я, как говорится, в детстве еще умел это делать, а тут решил просто вспомнить. И был момент, что меня попросили, сделай хоть что-нибудь. Ничего у меня не пришло. И у меня получилось спустя много лет. Да. Ну, и почему это не продолжить? Кстати, вот мне, знаешь, что еще хочется спросить у тебя. Недавно, как недавно, недавно, прошел Новый год. У тебя был потрясающий новогодний колпак. Вообще, как много одежек в своей, скажем так, карьере в СКА ты менял. Вот что, новогодний костюм, да? Ну, новогодний это только колпак, а так вот у нас же команда в разных свитерах играет. Да. Сколько у тебя, кстати, свитеров? Вот прям вот так вот по пальцам, ну, не знаю, 8-9, наверное, разных. То, что тебе команда оставляет на память? Нет, я имею в виду, что вы меняешь. В чем играет команда, в том и получается работа. Вместе с ребятами меняешь. Домашний свитер. А когда на выезде мы играем, у тебя белого цвета? Нет, у меня этот же свитер, ну, чтобы было ощущение, что вы дома. А, вот так, чтобы приятно играть. Это очень круто, это круто. Когда тебя видим в выездных матчах на секторе, мне кажется, всегда такая, какая-то частичка родного стадиона она есть. Наш фирменный синий красивый цвет. Никогда в моей жизни не было столько синего, как эти два сезона. Никогда в твоей жизни не было столько общения с прекрасными лошадями? Нет, могу сказать, что с лошадями... Поправлю вас не лошадями, а конями. Конями. Извините, пожалуйста, я поправляюсь, поправляюсь. Наш конь не только самый артистичный, талантливый, так еще и грамотный, посмотрите, а. И крестиком вышивать умеешь. И на машинке могу. Вот так вот, век живи, век учись. Никогда не знаешь, что тебя научит, человек или конь? У нас немного времени остается до конца эфира, потому что будем скоро смотреть хоккей. У тебя какие вообще... Успеваешь ли ты хоть что-то видеть, как ребята там сражаются, добывают очки победы? Ну да, на повторах. По клубу. Только голы, только самые яркие. Самые яркие, 14 лет, самое яркое, что было за эти 14 лет у тебя? Все, абсолютно любой матч берем, и это самое яркое. На каждом матче всегда есть что-то яркое. Ну вот, например, для меня очень яркость, когда ты людей куда-то уносишь. Девчонок наших, эскасистер. То есть ты сейчас завидуешь? На плечо, чтобы меня не уносишь. Унеси ее в конце эфира, пожалуйста. Ну так спускайся на трибуны, садись, мы тебя найду. Ну вот, понимаешь, ты на трибунах, а я здесь в студии. Атакуешься как раз на плечо и вперед. Куда ты бежишь, убегаешь, это, конечно, всегда дикий восторг у всех вызывает. Друзья, когда закончится эфир, здесь будет, попробуем, чтобы конь унес Юлю куда-нибудь туда. Ну давай тогда, конь, во-первых, мы тебя поздравляем еще раз с наступающим днем рождения. Конечно, наступающим. Расти, пожалуйста, большой, веселый, чтобы тебе хватало сил, настроения, победных матчей, конечно же. Но я думаю, что все наши телезрители присоединяются к этой волне поздравлений, которая хочу, чтобы накрыла тебя с головой завтра, сегодня. Но пока конь будет действовать в день рожденский кекс и принимать ваши поздравления, мы посмотрим второй период сегодняшнего матча СКА-Кунь-Лунь, который начнется буквально вот совсем-совсем чуть-чуть уже. Через считанные секунды, поэтому передаем слово нашим коллегам, смотрим второй период, болеем за наш СКА вместе с коняшей. Вперед! Только СКА и только победа! Победа!